Тихий звук Помогли 19 школе, где я получил образование, установили пластиковые окна, помогли установить спортивную площадку, помогли закупить оборудование для жителей поселка. Пытаемся участвовать в жизни этих людей. Мы помогаем, мы не критикуем власть, мы стараемся, наоборот, им помочь решить острые социальные вопросы. Это наша святая обязанность. Очень приятно, что День физкультурника так проходит в этом уголке Макеевки. Появилась новая волейбольная площадка, что подарили детям форму, что в школе сделали окна, поменяли 1 сентября. Ну то есть слова не расходятся с делом, и дела подтверждают то, что Тимофей родился здесь, он вырос, ему это не безразлично, мы его все очень любим. Понимаете, вот это пример для каждого земляка нашего, как должен человек поступать по жизни. В первую очередь думать о людях, о своей земле. Я живу для тебя, я дышу для тебя, для тебя хочу быть метелью душа, и не важно уже, кто кого люблю. Что еще вчера было на этом месте свалка, а сегодня здесь проходит праздник. Все это, конечно же, очень хорошо. И хорошо, что в наше сложное время находятся такие люди, как Тимофей, которые могут собрать, сплотить вокруг себя таких же, как он, активных профессиональных людей и вложить хоть какой-то пассивный вклад в развитие здорового образа жизни и всего позитивного, что есть у нас. Я живу для тебя, я дышу для тебя, для тебя хочу быть метелью душа, и не важно уже, кто кого люблю. Сегодня у нас такой праздничный, светлый, солнечный день. Мы празднуем День Ханжонкова, День физкультурника. И я благодарю фонд волонтеров Украины за то, что они делают такое мероприятие для детей, детские площадки, здание, которое уже пустует много лет. И возрождаем его, и я думаю, все у нас получится вместе с Тимофеем Нагорным. Спасибо, что есть на Буросе такой человек, упорный, как Тимофей Нагорный. Мы несколько раз уже обращались к руководству города с предложением реконструировать этот ДК. К сожалению, она не находится в коммунальной собственности города и не стоит на балансе Макиев-Угля. И по сути, здание никому не принадлежит, но это не дает нам возможность его реконструировать. Мы хотим свои действия согласовывать с законами Украины и не заниматься самозахватом. Мы хотим, чтобы нам позволили взять его в аренду, чтобы мы подарили его жителям поселка, чтобы у детей была возможность заниматься спортом, ходить в кружки, раскрывать свой творческий потенциал. Мы пытаемся донести это власти, пока это без результата. Если нам разрешат до конца августа взять в аренду ДК, то мы в течение сентября сделаем ремонт полностью крыши. Мы в течение сентября сможем открыть уже спортивный клуб на первом этаже. То есть мы можем это сделать быстро, глобально. Полная реконструкция Дворца культуры займет 2-3 года. ГETHitan новา 일 в рейтг Evangel BR событий One Я видела,onom. Ге vis COVID-19. Ге어요,гы извиня. Ге в биле. Ге в биле об sherso-мушу улыб – Субтитры сделал DimaTorzok